Дорогие друзья, сейчас сижу, отслежу повестку по Израилю и замечаю, что всё больше и больше с каждым часом выходит свидетельств людей, как людей, которые находятся в Израиле, очевидцев простых гражданских, так и людей, которые относятся к армии, военных, людей, которые прошли военное обучение и служили, масса израильтян говорит на камеру и рассказывает, выражая мнение о том, что пройти эту стену и внезапно напасть было абсолютно невозможно, что практически всё то, что сейчас произошло, однозначно, по мнению людей-израильтян, было организовано совместно с правительством, и они обвиняют своё правительство в диверсии против своего народа. Покажу вам сейчас несколько роликов, которые облетели сейчас интернет, чтобы мы здесь с вами могли оставить, запечатлеть это на ютубе, да, и пишите, что вы думаете по этому поводу. Моя племянница позвонила ей, она говорит, что да, мы знаем, есть сирена, и мы им сказали, а он сказал, будьте аккуратны, потому что в Израиль ворвались хамасники. Они говорят, да, мы знаем. Последнюю информацию, что она передала, она переслала локацию своей подруге, что они находятся спрятаны в холодильниках, в баре, под холодильниками. Они перевернули холодильники и спрятались там, вместо того, чтобы бежать, они спрятались в холодильниках. А там они стреляли, там целый полк их был, их было человек 100 этих вооруженных террористов. Они стреляли просто, они сделали там просто мясо, они людей стреляли в разные стороны. Они захватили девушек, они захватили всех. Они кого попало, хватали, кого они успевали убивать, убивали, кого нет, они хватали. Они воровали их же машины, на их же машинах они уезжали, захватывали. И в 9, в 10 часов последнее, то, что было, это выключено, после этого выключены были телефоны. Люди с 24, уже вот сколько прошло времени, до сих пор никто из людей не знает, где их не дети. Уже сутки никакие сообщения ни от Хамаса, ни от правительства Израиля. Правительство Израиля вообще не реагирует. Шесть часов, шесть часов не было никакого солдата вообще там. Шесть часов туда не приезжали вооруженные силы. Люди, которые были вооруженные дома со своими пистолетами, сели на машины, поехали туда. Правительство просто сдало эту страну. Они просто продали этот, этот, это не может быть такого. Я служил там, я служил на этой, на этой, в этой регионе. И там заборы стоят с датчиками, там камеры стоят. Там специальные девочки, которые сидят в камере смотрят. А муха у нас не пролетала без того, чтобы мы знали, что муха летит. Все, кто там служил из моих друзей, все, кто просто в шоке, чтобы Израиль пропустил целый, целый полк солдат вооруженных на мотоциклах, на машинах. И такого никогда в жизни не могло бы случиться просто. У нас корова подходила к забору, мы уже вылетали туда на джипах, на танках, выезжали туда, что случилось, когда кто-то подъехал к забору. Это такое ощущение, что кто-то, как будто бы, вот кто-то сдал, кто-то открыл ворота, кто-то дал информацию, что там будет. Они сорвали джекпот, они просто сорвали джекпот, они зашли и сделали просто мясорубку там. Молодых парней, они, они зашли в Ешу, своровали младенцев, женщины, младенцев. Это не в какой-то статус, не в мире, невозможно такое, чтобы детей, маленьких, крупных детей, воровали. Женщины, девушек молодых, девушек молодых, мы не знаем, что с ними там может быть. Это же не люди, это если бы мы знали, что они просто взяли в плены, они у них там сидят, мы были бы более спокоимся, что их когда-то обменяет, что все будет хорошо. Но они могут их там ненасиловать, они могут там их убивать, они могут все что хочешь делать, это не люди. У них нету ни капельки вообще ничего. Поехали. мои рצועа, אני зокер, אני הייתי בנחל עוז, תוך שניות הגיעו מאות רחבים מכל הצדדים. Не может ли להיות שדבר כזה, קרה בלי ידיע הצהל. אני רוצה להגיד לכם משהו, ותקשיבו טוב. המדינה בגדה בנו, עוד בקורונה, עם הזריקות הקטלניות, אבל עכשיו אתם רואים את זה יותר בבירור. Мехуру, медленная Земля не мешает от нас Я знаю, что это выглядит и я знаю, что это смешно Но это правда и я готова знаете, вы готовите Это не об этом это не больно Это не объем 100% Я говорю, что Медленная бедла в нем Мы уже не будем защищать нас, и вы очистите нам. И вычистите их, вы почистите их, вы чему тут у нас дальнейшую очередь. И еще нет, это правда. У меня есть. Ты мне так же. Что это был? Это не происходит. Мне мужчинулся в Иваново. Я нечистик шуму. Я нечистик шуму. июш, июш, июш. And на это не теряйте было так, я не теряю, я не теряю, я не теряю. Я не теряю, я не теряю, что все ребята были. Очень хотел быть однажды, мне кажется, что 100-150 хабалин, которые могут пересматривать для нас на себя вне сгибулировки, с мемецаи электронной, с мазлети, с мазлетом, мамуссад, с шабак, с мудинами петрушки, с мемецаи электронного, которые могут быть прияты к нём, что можно поставить в бестицах, но если бы это volte нашел на себя, который бы не выполнялся в цепочке, но не сделано в силу поддержка и не помимо такого, Субтитры сделал DimaTorzok בבלי שאנחנו לא נדע מזה התצפיתניות יושבות בבונקרים ארבע שעות, הם לא יכולות לעשות ככה הם מול מסך לא יכול להיות מצב שום מצב שהיו מהירים אותי בלילה עליונה על חסידה שהתקרבה לגדר על מכה כשעבר מתחת לגדר היו מקפיצים את כל הגזרה איך נכנסו עם טרקטורים הרבה מאוד איש ואף אחד לא שם לב זה לא יכול לקרות תבינו, זה היה התפקיד שלי במשך שנתיים זה לא יכול לקרות fazendo geopolitют אתチес dobre נכנסチ בפ reinfor MB 것이 הז nuclei נכנס דрузья, ну и напоследок хочу поделиться с вами очень важной новостью которая вот только что сейчас вышла и я не могу, конечно же, ее не озвучивать потому что она очень в тем Египет, оказывается, утверждает, что египетские спецслужбы предупреждали правительство Нетаньяху о готовящемся нападении Хамаса. Утром агентство АП сообщило об этом со ссылкой на анонимный источник, а несколько часов спустя корреспондент И.Н.Э.Т. получил от Египта подтверждение от очень высокопоставленного источника в разведке Египта. И передал шокирующие детали. За 10 дней до нападения министр разведки Египта Аббас Камаль звонил лично премьер-министру Нетаньяху. И проинформировал его, что в Газе готовится нечто абсолютно экстраординарное, гигантская операция. По сообщению И.Н.Э.Т. Камаль был поражен безразличной реакцией Нетаньяху. Тот сказал египтскому министру, что Цахал всецело поглощен борьбой с терроризмом в Иудее и Самарии. Согласно источнику, израильские генералы заверили египтских военных, что ситуация в Газе абсолютно под контролем и опасаться нечего. Канцелярия главы правительства назвала публикации о поступившем из Египта предостережении якобы неверными и лживыми. Информационные агентства всего мира задаются сейчас вопросом, как могла знаменитая на весь мир своим экстраординарным аппаратом, своими возможностями израильская разведка, которая считается лучшей разведкой мира, так просрать или проспать нападение этого самого Хамаса. Израильские военные отказываются говорить на эту тему с журналистами. Сейчас не время вопросов, обсудим после войны. Вот так, друзья мои, я ничего не утверждаю, я вообще повторюсь, абсолютно далека от политики Ближнего Востока, абсолютно не в курсе. Я просто передаю то, что сама лично отслеживаю, что сама лично вижу и делюсь с вами этой информацией. Друзья, ну еще раз напоминаю, что для всех тех, кто хочет следить действительно за тем, что происходит в мире, подпишитесь на мой телеграм-канал «Новый мировой порядок сопротивления». Кстати говоря, там я сейчас вот 24 на 7 отслеживаю ситуацию по Израилю и выкладываю те страшные видео из того, что происходит как в Палестине, так и в Израиле с обеих сторон. Те вещи, которые здесь практически невозможно выкладывать, потому что из-за цензуры на ютубе сейчас вообще очень сложно что-то показывать. Так как телеграм пока сейчас свободная площадка, мы там можем вам показывать реально то, что высылают подписчики и то, что вообще ходят по интернету. Да, и вот самая такая жесть, конечно, которая творится, все там на телеграме. И вообще подпишитесь, чтобы быть вместе, чтобы не теряться, потому что непонятно, что быть с ютубом. Поэтому, друзья, обязательно жду вас на моем канале телеграм. Сегодня, кстати, там опять же были несколько интересных тем подняты и большая дискуссия в комментариях. Спасибо вам за внимание, друзья мои. Мы отслеживаем, следим за ситуацией, держимся вместе, не поддаемся ни на какую агрессию. Пожалуйста, я очень вас прошу, друзья, не поддавайтесь агрессии. Держите свою душу вдали от всех этих пропаганд, от настроя друг против друга. Это ужасно. Нельзя поддерживать никакую агрессию и оправдывать никакую агрессию, ни с какой стороны, никогда. И знайте, что правительство, конечно же, преследует только цели высших элит и никогда не преследует цели простых граждан. Помните об этом и думайте о том, что Бог внутри нас, и мы должны сохранять гуманность. И думайте о том, что все нации на Земле – это равные нации, все народы абсолютно равны между собой. Вот и все. Спасибо вам за внимание, друзья. Держимся и до встречи.